На этой лабораторной нет приборов, колб и реактивов. Так называемая лаба – это тесты и игра, в которые участник лаборант под присмотром компетентного заведующего лаборатории. У них есть 30 минут, чтобы ответить на вопросы, и один час, чтобы вместе с завлабом проверить, насколько их картина мира совпадает с реальным устройством нашей Вселенной с точки зрения естественных наук. Организаторы утверждают – окажетесь правы, укрепите уверенность в своих знаниях, ошибетесь, получите новые и избавитесь от заблуждений. Мы считаем, что не стыдно чего-то не знать, стыдно не интересоваться ничем. На этой акции можно чем-то заинтересоваться и, возможно, потом что-то больше про это узнать. Наши замечательные завлабы помогут пробудить интерес к науке и к окружающему нас миру. Одним из завлабов ДВФУ стала Виктория Семаль. Отвечает честно. При решении данной лабораторной узнала много нового и интересного. Ведь игроков лабы ожидали пять рубрик с заданиями из области физики, химии, биологии, астрономии, антропологии и механики. Знаете, я познала очень много нового. И, может быть, к счастью, когда нам дают ответы на вопросы, для того, чтобы подготовить их для представления лаборантам, я узнала много интересного. То есть того, чего даже не предполагала. Лаборанты OpenLab свои результаты узнали сразу после прохождения теста. Признаются, участие в проекте, с одной стороны, выявило пробелы в знаниях, а с другой – помогло узнать интересные факты и определило новые горизонты, к которым нужно стремиться. Я всегда пришла, чтобы проверить свои знания, ну и узнать что-то новое. Допустим, про того же солнечного зайчика, то, что он двигается быстрее, чем скорость света. Я это на самом деле не знал. Ответил нового гад. Проект «Открытая лабораторная» создан российскими научными журналистами для того, чтобы поддержать интерес детей и взрослых к получению знаний и для популяризации увлекательного мира науки. Впервые он прошел в 2017 году в 37 городах России, а также в Китае и Казахстане. Сейчас география открытой лаборатории расширяется и становится поистине международной. Ведь знание – сила. В этом году акция прошла в 20 странах мира. Евгений Черемухин, Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.